Добавил субтитры Дубальцева 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 Здесь нет металлопластиковых труб, здесь чугун из ста. То есть где надо резать, где варить, а где у нас будет возможность, там, где будем ставить уже, если это возможно, более современные пластиковые системы отопления, их завозят завтра. Пластиковые трубы. То есть я больше чем уверен, это 99,9%, мы оставляем один процент, может не 18, а 19, но думаю, мы уверены, 18 числа, мы запустимся. Кроме отопительного сезона, как еще? Проблема в дорогах. Только вот провели совещание с министром транспорта, пришли к общему знаменателю, до холодов, до мусора большого. Я хочу, чтобы центральные улицы, до Бальцева, въезд, все-таки провели ямочный ремонт, потому что то, что я заехал в город, я не увидел ни одного, ни одной отремонтированной, не то чтобы дороги, лапки даже. Почему это происходило, я не могу понять. Вот, ну, оставляют уже на рассмотрение общественности, но дороги не ремонтировались. И самое главное, что дороги не ремонтировались даже не при нас. Дороги, то есть Дебальцево, разрушен и войной, и разрушен предыдущей властью. Потому что то, что я увидел здесь, город разрушался на протяжении десятилетий. Десятилетий. Не влаживался, ни копейки. То есть город пилили, может быть, дербанили, не рушили. То есть как угодно, город разрушен и войной, и предыдущей властью. Но, в любом случае, Донецкая народная республика – это власть народная, поэтому мы порядок здесь найдем однозначно, востроим все однозначно. Просто то, что первостепенное, это тепло в домах первостепенно. Потом мы занимаемся дорогами. И одновременно с дорогами мы, соответственно, еще ставим стекла. И, соответственно, мы забывайте, наши крыши разрушили. Потому что Украина бомила как раз и минометами, большей частью. Поэтому большое количество разрушений именно крыши. Не стен, а крыши. Даже потому, что кровля снесена полностью.